Не могу справиться с напряжением после потери близкого человека. Три года. Как будто сама не могу позволить себе не испытывать дискомфорт. Нахожу проблемы. Ну, давайте. Ну, вот у нас последнее время смерти. Обсуждаются в Инстаграме. И я думаю, что я хотел писать текст по поводу смерти. Давайте вот этот кейс, он будет реально тоже интересным для коллег, психологов. И в целом не могу справиться с напряжением после потери близкого человека три года. Видите, три года. Вот кто здесь из кафедры клинической психологии, те знают, что три года это в три раза даже больше. В шесть раз, в пять раз больше, чем положено. То есть, в норме человек должен приходить с себя за полгода. Здесь мы видим, что Анастасия три года находится в каком-то состоянии. Во всяком случае, она на это жалуется. И она говорит, не могу себе позволить не испытывать дискомфорт. Нахожу проблем. Давайте разбираться. Алло. Алло. Настя. Добрый день. Добрый. А у вас какая страна? Россия. Так у нас вечер. У меня Россия, Подмосковье. У меня тоже Россия, Подмосковье. У меня полдесятого вечера, правда. Да, у меня тоже. Понятно. Ну, хорошо. Прекрасно. Вот и поговорили. Ну, рассказывайте, сколько вам лет и что там, кто умер три года назад? Мне восемнадцать. Сколько? Вот. Восемнадцать. А, ну все понятно. Так. Поэтому добрый вечер. Вот. И три года назад у меня умерла бабушка. Вот. Но давайте я сначала расскажу анамнез свой, чтобы представляли вообще, что у меня и как было. Я подготовилась. Вот. Ты хорошая девочка. Молодец. Хвалю. Вот. У меня вообще изначально очень тревожные родители. Воспитывала у меня мама и бабушка. Вот. То есть мама у меня, когда еще была мной беременна, боялась ножей, через дороги боялась переходить. Вот. И тоже рассказывала мне про это. Вот. Бабушка у меня тоже была очень нормативная. И еще у меня она столкнулась с болезнью. То есть у нее был артрит и астма. Вот. И мне приходилось очень ухаживать за ней. Плюс она у меня была религиозная. И там тоже очень было много проблем из-за этого. Потому что я сейчас не могу принимать свои эмоции даже нормально. Потому что было очень жесткое взлетение. То есть она говорила, как мне можно себя чувствовать, а как нельзя. И после ее смерти я не могу никак прийти в себя уже третий год. То есть у меня начались большие проблемы и с учебой. И я просто не могу себя даже понять, как я себя чувствую. Потому что у меня все из рук валится. И я вообще не могу даже сообразить, что мне делать. Уже третий год. То есть это вроде как ненормально. Потому что долго. А ты девственница? Нет. Почему? Ну, потому что... Не знаю. Не чувствую себя такой прям... А виноватый не чувствуешь перед бабушкой себя? Нет. По этому поводу нет. У меня с детства были уже признаки... А в каком поводу перед бабушкой чувствуешь себя виноватой? Чувствую себя виноватой, потому что она мне говорила всю жизнь, как жить. Вот. А я... То есть она мне прививала. Она мне говорила, вот, я умру. Будешь ходить в церковь для меня молиться. Вот. А я не могу это. Ну и что ты сегодня постоянно в своей жизни возвращаешься? А что сказала бы моя бабушка? Вот у меня был ОКР. То есть у меня симптомы были. Я вот после ее смерти, у меня как получилось, я заметила. Вот за день до ее смерти пришла моя мама домой, и по лицу было видно, что состояние не очень. И у меня промелькнула мысль в голове, что, например, что я пожелала ей смерти. То есть я прям подумала, например, чтоб ты умерла, да. И вот на следующий день она реально умерла. Ты, наверное, подумала быстрее бы ты умерла, чтоб не мучилась. Наверное, да. То есть я подумала, и после этого я очень плакала. То есть я не могла понять, почему у меня такие мысли, потому что с религиозной точки зрения нельзя. То есть нельзя никому желать смерть. Вот. То есть я не принимала свои мысли. И я очень сильно плакала. И вот на следующий день она умерла. И после этого я вообще... То есть у меня такая фрустрация наступила, потому что... Но она тебя, эта фрустрация, милая, не отпустила. Ты сама что думаешь по поводу своего расстройства? Я думаю, что я не могу себя простить за это. То есть я всю жизнь, мы вот жили с бабушкой, у меня вот были вот симптомы ЛКР. Они были не в том, что я боялась там себе вред причинить или еще кому-то, а только в том, что я боялась причинить вред ей. То есть я помню... Но судя по всему, ты в это поверила. Мы были, да, мы были, отдыхали где-то. И я боялась... Я проверяла ГАЗ по сто раз. Я проверяла... Ну смотри, тормози. Умничка. Спасибо тебе большое за твой анамнез. Ты не в медицинском учишься? Я поступаю в следующем году. Умничка. Я желаю тебе успехов. Значит, я так и понял. Смотри. Я готов тебе рассказать медленно. Значит, да, ты нормативная, и твою нормативность создала бабушка и мама. В большей степени, скорее всего, именно бабушкина история здесь играет роль. Поясню как. Ты в целом, даже без ее смерти, уже думала о том, как она отнесется к тем или иным вещам, которые ты делаешь. Так? Да. И тут тебе просто не фартит. В какой-то момент у тебя просто промелькает мысль. Потому что бабушка мучается, страдают, мучаются люди, беспокоятся окружающие. И у тебя просто промелькает мысль. Наверное, было бы лучше, если бы она побыстрее умерла. И такие мысли промелькают у всех людей, которые ухаживают за лежачими больными. Которые ухаживают за хроническими болеющими. Когда врачи ходят в реанимации и видят, что, в принципе, это бесперспективняк. И человек мучается. И это же самое все приходит у людей в хосписах, на терминальной стадии онкологии. У всех приходят такие мысли. Особенно, когда это лежачие пациенты. Они мучаются и никак не могут умереть. И у всех медработников, у тебя в том числе, когда ты будешь на практике, ты должна быть к этому готова. Будут подобные мысли. Но это просто чисто философия, исключительно философский вопрос. Что лучше мучиться и терпеть, либо ждать, когда там что-то случится. И в этот момент бабушка умирает. Она умирает не потому, что ты как-то об этом подумала. А потому, что у нее было обстоятельства сопутствующие, несовместимые жизни. Она что умерла? Она от легких, да, у нее астма была. Она умерла от прогрессивной, острой дыхательной достаточности. Соответственно, дыхательную недостаточность ты не можешь создать. Это хроническая проблема, которая отягощается там какими-то событиями ее. Но ты, настолько, будучи нормативной, поверила в то, что это могла создать ты, что ты себя так обвинила в этом, что до сих пор себя наказываешь, не давая себе права жить нормально. Мне кажется, здесь сыграла еще роль религия, потому что вот такое вот жесткое подавление эмоций, я до сих пор не могу понять. А можете вопрос задать, а как с такой жесткой религией ты хочешь быть врачом? Я на самом деле оспадиваю это. То есть я, ну, целенаправленно я ходила даже в церковь сама. То есть не чтобы молиться, а чтобы вот слушать и как бы пытаться. То есть раньше мне это прививали как то, что нужно просто поверить и никак. А сейчас я хожу и просто я пытаюсь хоть как-то критическое мышление в данной ситуации проявить, потому что у меня бабушка, она авторитет для меня была очень серьезный, и она мне эти ценности привела. И хоть я пытаюсь их оспорить, но из-за того, что она для меня вот такая значимая фигура, я не могу. То есть это эмоционально очень сильно меня сказывает. Вот послушай меня, пожалуйста, вся твоя терапия – это давание, дать себе право жить так, как хочешь ты, а не так, как хотела бы твоя бабушка. То есть если бы ты была моей клиенткой, то мы бы с тобой долго и упорно бы дискутировали бы о праве. Если бы ты пришла бы к человеку, который занимается провокативной психотерапией, так сказать, то мы бы разыграли бы похороны твоей бабушки, где ты должна была бы с ней попрощаться и сказать ей о том, что ты ее любишь, ей благодарна. А, кстати, у тебя остались какие-то вещи ее? Да. И мы бы с тобой бы с этими вещами попрощались. Я попросил бы тебя… Я записана к вам в пятницу, я к вам приеду на очный прием. А, серьезно? Какая прелесть. А во сколько это? Все, подожди. В водительстве, насколько я помню. А, вижу, да, действительно. Прикольно. На самом деле, я сегодня… Давай тогда с тобой там это обсудим. Да, мы с тобой это обсудим. Кстати, хочу тебе сказать, что я вот тут разбираюсь в сериал «Триггер», и там обязательно посмотри, значит, вторую серию и третью. Это прям тебе must have. Потому что там как раз очень хорошо вот это показано, как работают привязанности и недавание себе права жить дальше. Вообще сериал прекрасный. Человек, который его прописывал, он очень большой молодец. Значит, поэтому вот смотри, твоя история, давай я повторюсь для всех, бабушкины ценности влетели в тебя так сильно, потому что ты вменила, что ты виновна за ее смерть и виновна за то, что ты жива. И поскольку у тебя осталась вся вот эта вот концепция прабабушкина убеждения, ты не даешь себе права жить дальше. Потому что ты все время себе говоришь, я виновата, я не могу права радоваться. Я поэтому и удивился, что ты не девственница. Потому что, в принципе… Я поэтому и задал такой резкий вопрос тебе, да. Потому что, в принципе, я думал, что ты бы должна была полностью закрыться от каких-то грехов и от каких-то порочащих с точки зрения бабушкиных ценностей вещей. Да, у меня всегда такое противоречие, что как будто я конфликтую с собой. Мало того, у меня еще и это было не в отношениях. То есть я не тот человек, который создает семью, хотя бабушка всегда говорила, что это надо делать. То есть по факту нет. Я хочу делать, но не могу. Я понял. Тогда к пятнице запиши мне, пожалуйста, ценности бабушки и ценности своей. Как они у тебя переплетаются. Хорошо. И нам с тобой придется ее отпускать. А какие у тебя вещи остались, Илья? У меня осталась только… У меня вот игрушка осталась, которую она мне дарила. И несколько ее обещаний, которые мне просто подходят. А ты их носишь? Да. Вот это хуёво. Считай, что я тебе запретил это делать. Хорошо. Потому что на вся ее вещи, ты идентифицируешься с ее ценностями. Хорошо. Я поняла. Понимаешь? Ну, мы с тобой в пятницу эту деталь не обсудим. Потому что ты должна носить свои вещи. Ты можешь бабушку любить сколько угодно, быть благодарной ей сколько угодно, но ты фактически вылезаешь в ее оболочку и удерживаешь себя это, руководствуясь, что ты должна это удерживать из-за чувства вины. Это плохо. Я поняла. Иначе ты не будешь просто жить, понимаешь, Настя, да? Да. Ты не будешь жить своей жизнью. У меня уже на протяжении трех лет я... Вообще, то есть у меня все из рук варится, у меня и с учебой не получается. То есть я вообще... Девять классов я с красным аттестатом закончила. Вот. А после этого у меня вот начались очень... То есть после того, как я так подумала, я не совпала, у меня фиксация произошла, и я... У меня два года вот я мучилась этими навязчивыми мыслями, у меня очень сильная тревога была. Я даже учиться не могла. То есть мне казалось, что вот я сейчас подумаю, и другие люди тоже пострадают из-за этого. Да, потому что ты так сильно поверила, что это ты сделала. Я говорю... У меня были такие пациенты несколько лет назад, по-моему. Кстати, их было штук... Ну, несколько, около пяти, наверное. Когда человек действительно что-то подумал, и это произошло. Но в когнитивной панической терапии это называется самосбывающее пророчество. Но вообще такое бывает. И когда это случается у ОКРщиков... Ну, так тебе для истории просто послушай, да? Когда просто у человека такое случается, ему как-то дискомфортненько. Но когда такое совпадение случается с очень нормативным ОКРщиком, ты не представляешь, как их накрывает. Но ты представляешь. Потому что он говорит, вот, точно, я так подумала, и это случилось. И они потом пытаются контролировать свои мысли, да, Настя? Чтобы не начать так думать, чтобы кто-то опять не стал умирать. И в этом и создается вся тревожная история. Замыкается доминанта. Когда вот будешь учить физиологию Сеченова, ты в какой мед идешь? Я на клинического психолога хочу, на специалитет в питерский мед. А, гуд. Ну, будешь учить физиологию мозга. И там тебе расскажут про Алексея Алексеевича Ухтамского, про его работу доминанта. Кстати, можешь найти, уже читать, уже будет тебе полезно. Умничка. Умничка. Вот ты знаешь, да, что у тебя, когда тревога тогда вот это вот возникла по поводу того, что ты думаешь, чтобы не подумать про смерть, чтобы никто не умер, у тебя активизируется этот доминанта. И вся твоя учеба, все твои разные прелести смещаются вообще в другую сторону. У тебя полностью весь мозг перегружен одной. я виновата, я виновата, только бы не подумать, только бы никто больше не умер. Какое было... Чем была перегружена твоя голова в тот период? Тем, что первоначально это были мысли навязчивые, но из-за того, что я не могла их проработать, я не понимала, что это такое. У меня потом уже вегетативные проявления начались. То есть, мне до сих пор тяжело учиться, потому что, я не знаю, я сажусь, и меня накрывает. А что значит сажусь, накрывает? Как это? Я сажусь, и мне вот тревога, то есть, как раз это просто случилось в тот момент, когда я вот экзамены сдавала, и у меня, видимо, запомнилось, что вот период школы и период, когда все это произошло, они как-то взаимосвязаны. Ну, давай, давай, будущий медик, объясни себе, что это условный рефлекс. Да, я поэтому... И если это условный рефлекс, как условные рефлексы должны быть жестко разработаны? Чем? Что надо убрать? Сидишь и учишься. Вот. И не фиксируешься на проявлениях вот этих. То есть, надо доказать себе, что это не опасно. То есть, ты не подыгрываешь. Я не подыгрываю, я тяжелую жизнь. Ты приходишь и говоришь, школы, парты, экзамены, это триггер к сильному аффекту. То есть, фактически, если посмотришь вторую, третью серию, ты поймешь, что такое триггер. В той, вот в триггере, в фильме, там триггером был театр. И он ее вытеснял возбуждением. В твоем случае можно работать точно так же. Приходишь на экзамены в школу, в универ, поднимается тревога, и ты каким-то образом начинаешь создавать себе не тревогу, а другие эмоции. Это может быть юмор, это может быть возбуждение. Хочете я такой примерчик расскажу, как вот от условных рефлексов классно избавиться? Да. В секшопах есть такая игрушка, которая помещается в девушку, у тебя 18 лет есть, да? Да. Которая помещается в девушку, такой вибратор, такая женская игрушка. Этот вибратор работает от телефона. И вот я знаю, что сейчас многие будут в шоке, но это правда. Как бы можно к этому отнестись там этично, неэтично, морально, неморально, там религиозно, нерелигиозно, неважно. Я просто расскажу физиологию, да? Вот эта игрушка помещается в девочку. Такая розовая штучка, такой еще розовый хвостик торчит. Подключается приложение, и с помощью приложения через телефон ты управляешь вибрацией. Настя, поверь, вибрация там хорошая. И ты помещаешь все дело в себя, приходишь на урок, испытываешь сначала свой страх автоматически, а потом начинаешь повышать вибрацию. Как ты думаешь, долго твой страх продержится? Я думаю, нет. А когда ты кончишь, ты вообще забудешь про эту историю. Вот и все. И вылечить эти условные рефлексы можно очень просто. Просто не каждый психолог на это способен. То же самое касается самолетов, то же самое касается всего остального. Если ты боишься пробки, дрочи в пробке. Если ты боишься лифтов, придется заниматься сексом в лифте. Только так можно вытеснить условные рефлексы, вытесняющим стимулом. По Павлову помнишь, да? Да, да, да. Я читала. Это надо понимать. Просто нужно это уметь подгонять под клиентов, а не тянуть терапию третий год, рассказывая про маму и папу и бабушку и дедушку. Это что касается чисто бихвеоральной части. Что касается философии. Вот мне интересно про религиозность. А что у тебя... Это твои религиозные философии или бабушки? Нет, нет. Это те установки, от которых я хочу избавиться. То есть я даже проговариваю про себя, что я не хочу этому следовать. Мне интересна наука, мне интересно научное познание. То есть где нет авторитетов, где нет простой веры, где все проверяется. Но из-за того, что авторитет очень высокий, я прям проговариваю, что я не хочу, я хочу отказаться. А как ты думаешь, извини, а как ты думаешь, почему на основании какой концепции бабушка ввалилась в такого жесткого авторитета? То есть прям безоговорочного. На основании этой чувства вины ты сказала, что все. Потому что она меня воспитывала с детства. То есть именно она. Все, что я могу и умею, это получается только ее заслуга. Потому что мама у меня работала всегда. То есть я бабушка с детства. И все, что я имею в виду, она всегда... То есть я ребенок, которого семья очень любит. Ну смотри, остановись. Вот послушай меня, пожалуйста. Вот тут ты только что рассказала мне как раз-таки те тезисы, которыми ты себе внушаешь это убеждение. Ты говоришь, я внушаю себе вот эти все религиозные и прочие нормативные вещи бабушкины, потому что она именно сделала то, что я сегодня могу и умею. Соответственно, вот это и есть твоя ошибка. Потому что то, что ты сегодня можешь и умеешь, это не только заслуга ее. Там ее заслуга маленький процент. Потому что то, что ты сегодня есть, это квинтисенция огромного количества интерактов и рефлексов. А если ты можешь говорить про ее заслугу, то это нормативность, религиозность, ОКР, тревожность. Вот это у тебя от нее есть. Конечно, у нее от тебя есть еще какие-то нравственные, культурные, жизненные, человеческие ценности. Это прекрасно. И никто на них не посягает. Но я хочу, чтобы ты поняла, что не нужно верить в эту историю, что все, что у меня есть, благодаря ей. И поэтому я должна продолжать тащить этот ворох ее убеждений. В этом ворохе тревога, ОКР, обсессии, компульсии, религиозность, которая мне мешает. Зачем тебе это тащить? Я это тащу, потому что именно она сделала меня такой, какая я есть. В чем логика? Ты сама себя сделала. Тебя сделала не только бабушка, тебя сделала еще тысяча человек, которые называются интроекты. И в будущем ты будешь развиваться в медицинском, потому что ты будешь повторять своих педагогов, своих старших коллег. Ты будешь развиваться постоянным обезьянничеством, копинг-поведением. Так ты будешь развиваться. А ты себе рассказала, что все, что я есть, это бабушка. Да нет. Там есть бабушкины черты. Какие-то позитивные, какие-то негативные. Но большая часть это осколки интроектов других людей и других обстоятельств. А вот бабушкины интроекты, как бы тебе, Настя, это ни звучало неприятно, в большей степени создают твой невроз. я это понимаю. Я просто не знаю, как мне эмоционально это переработать, потому что логично я это понимаю. ты в пятницу придешь, мы с тобой это будем прорабатывать, будем с бабушкой разговаривать, поэтому приходи без туши, потому что у меня обычно девочки, когда приходят с туши, они все текут постоянно. Поэтому будем течь. Соответственно, для ребят скажу, как это прорабатывается. Будем отпускать бабушку. И не вздумай прийти в ее одежде. Хорошо. И вообще ты поняла, да, про одежду? Я бы вообще рекомендовал бы ее куда-нибудь отдать. Хорошо. Потому что вот это вот только нужно будет подожди, не торопись, я тебе в пятницу объясню, как это надо будет сделать. Только это надо будет сделать немножечко с четкой точкой, чтобы ты не поставила запятую, а чтобы ты сказала, да, ну, были то-то, 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 я тебе очень благодарна, спасибо большое, за это, за это, за это, за это, за это, я двигаюсь вперед. Все. У меня еще такое ощущение, вот, после того, как у меня вегетативные проявления были, у меня четкая фиксация, я прям мысли у себя отслеживаю, что вот это случилось, и я не смогу больше быть продуктивной. То есть, я не даю себе поэтому, у меня проблемы с учебой, потому что вот, если раньше я училась, у меня это нравилось, мне это давалось легко, то сейчас любая ошибка, которую я делаю, я ее интерпретирую, как то, что вот я все, я сломалась, то есть, с того момента я сломалась. скажу, ты сможешь быть продуктивной, как раньше, я тебе слово даю, только при одном условии, когда ты отпустишь бабушкины ценности, и будешь жить так, как ты хочешь, с вибратором, торчащим из-под трусиков. Я поняла. Вот тогда у тебя все твои ресурсы будут устремлены в учебу, в работу, в науку, а сейчас у тебя все ресурсы устремлены в тревожность, как бы что ни случилось. Причем это не заканчивается, это вот начинается утром, и все, то есть, я всегда в каком-то напряжении. Попробуй подумать, вот это, подожди, кстати, вот это напряжение с утра, оно про что обычно? Это вот просто уже привычка, я не могу позволить себе, то есть, я вот, например, утром встаю, и все, я четко понимаю, что сегодня у меня тревожный день. Стоп. Знаешь, что ты сейчас говоришь мне? Ой, придется вибратора тебе нести, я чувствую. А у тебя есть молодой человек? Это я без намека. У меня есть партнер. У тебя есть партнер. А он по жопе тебя бьет? Иногда. Ага. А как ты догадался? Компенсация. Ага. Потому что ты себя так наказываешь за смерть бабушки, что где же хуй там, я буду чувствовать себя хорошо. Ну, я заметила, что когда я, например, встречаюсь с друзьями, у меня все проходит, я забываю, и у меня все проходит абсолютно. Потому что это доминант Алексея Алексеевича Ухтамского. Когда ты переключаешься на другие моменты, ты действительно чувствуешь себя так, как ты и должна себя чувствовать. А когда ты просыпаешься, у тебя включаются старые психические рефлексы с усиленным концом. ты говоришь, я виновата в том, что я, значит, бабушка, нету вот ее одежды, я еще ее одену, удивлюсь, почему у меня себя плохо. А потом придет твой партнер, который старше тебя и брутальнее, и скажет тебе, кстати, странно, что-то не женщина взрослая, а которая скажет тебе, вот, Настя, ты плохая. Да, бабушка, я была плохая, шлепли меня по жопе. Да, я плохая, девочка. Это все туда. Нет, на самом деле, у меня молодой человек мой очень, наоборот, мягкий. То есть он вообще не брутальный, а наоборот, очень мягкий такой прям, нормативный. Как он может тебе по жопе дать, если он мягкий? Иногда дает. Видишь, как ты его перевоспитываешь, я смотрю. Это не тот, не такая компенсация, мне кажется, потому что он вот как раз мягкий, но поэтому я с ним и рассталась. Вот тут я не удивился. Ладно. Ой, обсудим в пятницу все детали. Можешь привезти какую-нибудь маленькую вещь бабушкина, потому что она нам понадобится. Хорошо. Одну. Что ты сегодня поняла? Вот по поводу вот этого последнего. Я наказываю себя своим плохим самочувствием. Как бы ты это могла пояснить? Я на самом деле это понимаю. То есть я это и так знала, что я сама, я сама придумываю себе проблемы, потому что я не могу себе позволить даже. Ты не можешь себя простить и позволить. И твоя задача будет... Причем я не понимаю, за что мне себя прощать. То есть я же ничего плохого не сделала, но так совпали мои мысли, и я просто зафиксировалась на этом. Но я же не виновата ни в чем. Но я по себе не виновата. Мы будем с тобой в пятницу. Принеси какой-нибудь свитер, да, что там это будет. Будем с тобой эту тему заканчивать. Хорошо, я поняла. До пятницы. Прикольно. Спасибо. Исполучился с продолжением в пятницу. Будет мне весело. Счастливо. Спасибо. Пока. Ой, я забыл. Настя, вернись, пожалуйста, в чат. Настя, у меня к тебе вопрос. Если ты в чат вернулась, можем ли мы этот кейс анонимно, соответственно, показать в Ютубе? Потому что он такой остренький, такой неоднозначный. Я думаю, что он будет интересным. То, что, во-первых, он показывает и физиологию, как бы это пошло не звучало, и показывает вменение себе вины. Можем, да, спасибо тебе большое. Это будет полезно. Спасибо. Значит, что касается комментариев по кейсу, здесь вот как раз представлена такая не редкая, но и не частая концепция, где мы видим нормативное воспитание, да, где мы видим религиозные бабушки на фиксацию, и затем случается вот это совпадение ухода бабушки и ее каких-то мыслей, да. И вот здесь она себе вменяет вину, вменяет ответственность, награждает себя искуплением вины, и вот третий год она эту вину искупает. Соответственно, терапевтическая задача отпустить бабушку, отпустить ее принципы, отпустить вмененную свое чувство вины за эти мысли, разрешить себе думать там по-разному, в общем, все достаточно вот в ту сторону. Спасибо вам большое, надеюсь, вам было интересно сегодня, и так это задорно. А что касается вибраторов, я не шутил, это абсолютная правда, это называется вытесняющий стимул. То есть, вы не можете и бояться, и испытывать паническую атаку, и возбуждаться одновременно, поверьте. У меня даже был случай в жизни, когда у меня у подруги упало давление, и она позеленела там, в общем-то, ей было плохо, и ее спасло стимуляция клитора. И она очень быстро пришла в себя. Ну, естественно, я этому способствовал. Соответственно, вот увидите, что от любой панической атаки и от любых условных рефлексов можно вылечиться с помощью вытесняющих стимулов, которые абсолютно доминанто противоположны. Все это понимают. Вот вам физиология Сеченова. Но Сеченов не писал про вибраторов, он писал про рябчиков и про лягушек, но, тем не менее, вы меня услышали. Спасибо, ваш Алексей Красиков, Школа эмоционального интеллекта. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова